МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас витает служба информации телерадио компании Гомель. У студии працу Александр Гамоля. Глядите в этом выпуске. У Гомеля отбился уникальный семинар для прессы. У центра уваги и самая перспективная тенденция развития белорусской навыки. У техничным парку областного управления и Министерства по надзвычайных ситуациях з'явились снегоходы. Сегодня у Гомеля открыется учебно-методичный центр по навучанию навыкам оказания первой допомоги. У Гольнюцким державным театры лялик отбылась премьера неординарного спектакля «Плих и плюх». А зараз об этом и иншим. Больше подробно. Сегодня у Гомеля отбудется 22-я сессия областного совета депутата 27-го скликанья. На парадку дня – пытание об затверждении инвестиционной программы Гомельской области на 2016 год. Подробностей падеи глядите в наших наступных выпусках. Год навуки, объявленный в Беларуси, это не только стимул для ученых больше активно займаться доследованиями и распроцовками. Великая отказность ускладена и на журналистов. Цекава, удумлива и профессийна для строительства самые перспективные тенденции развития беларуской навыки. С этой метой в областном центре пройшел семинар для представников прессы, организованных Головным управлением идеологической работы, культуры и по справах молодежи Гомельской области Канкама. Станом сучасной навуки, поцекавилась и наш корреспондент Марина Джалая. Не просто теоретичные разваги и сухая информация. Могчимость оценить навыковый плен у его прикладным выражением. Вот что было самым цекавым у семинары, який, напевно, больше докладно можно назвать экскурсией. Почали с института лесу, где уникальной навыкойомистой з'является кожная лаборатория. Например, тут грунтовно займаются новым накерунком у развития беларуской экономики – промысловым вырошиванием грибов. Технология, благодаря которой отримавливают экологично чистую продукцию, недавно была представлена на выставе в Милане. Одна задач на будущее – зацекавить в супрацовнестве фармацевтичную глину Беларуси. Разом можно створать препараты, которые способны умоцовывать иммунитет. А в этой лаборатории, благодаря применению биотехнологичных методов, вырошивают клонированные древы – осины, тополи, бярозы, сосны, ясени, дубы. Каштовные породы для древа працовчивой творчасти. С одного клона можно отримать до 10 тысяч саджанцев. Процесс скрупулезный, але в будущем породы будут иметь только высокоякосную дравнину. Для этого в институте глобально займаются выучением генетики древ и рослин, устойливых дошкодников альбо негативного вплива на вакольнага сяроддя. Вот такая геномная машина, яка каштуя около 130 тысяч долларов, одночасово может распознать до 30 тысяч генов. В этом году мне был выделен персональный грант на проведение научных исследований, связанных с повышением устойчивости лесных и древесных растений к различным заболеваниям и внешним факторам. Как вы знаете, эти свойства зачастую генетически обусловлены и передаются по наследству. Поэтому, используя наши методы, мы можем проводить раннюю диагностику и отбирать те растения, которые в будущем будут более устойчивы к различным видам заболеваний, даже к тем заболеваниям, которые к нам скоро должны прийти. Как вы знаете, в связи с изменением климата к нам приходят новые болезни, новые вредители. И вот нам надо уже заранее выявить те растения, которые были бы уже готовы к данной проблеме. Наступный объект – лаборатория практичного навучания Гомельского державного медицинского университета. Вот это учебные модули, кошти яких вагаются от 10 до 18 тысяч долларов. Симуляторы вельми подобные на людей. Тут теоретичные веды проверяются на практицы. Модули реагуют на все манипуляции. От инъекции до лапароскопичной операции абсолютно реально. Компьютерная программа фиксует любую помылку студентов. По кулу от этого залежит только от знака. А в будущем – життё человека. На тренажёре сердечно-легочной реанимации студенты отрабатывают расширенные навыки по СЛР сердечно-легочной реанимации, в ходе которых они оценивают исходное состояние пациента. Они это могут видеть на мониторе. Принимают решение, как и каким образом будут оказывать медицинскую помощь. И непосредственно её выполняют. Основная тенденция развития белорусской навыки – прикладный характер распроцовок. Усё, на что выдатковываются гроши и тратятся интеллектуальные силы, повинны приносить корысть экономицы. Словы, не реализованные в справе, каштуют мало. Марина Джалая, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель». Технический парк областного управления Министерства по надзвучайных ситуациях пополнили снегоходы. Новые машины с санями для эвакуации людей были набыты за кошт республиканского бюджета. Снегоход может развивать худкость до 100 км за годину. Саня четырехместовая с каркасным модулем на причепе. Одна из двух машин будет допомогать у выратования людей в Хойницком, Наралянском и Брахинском районах. Другая застанется в «Гомеле». При надзвучайных ситуациях у инших районах в области технику смогут оперативно транспортовать. А кроме этого, на озброение выратовальников поступили две новые аутоцистерны тяжкого класса. Их ёместы складая 10 тонн. До места ликвидации пожару новые аутоцистерны могут доставить боевый разлик с шасти человек. С допомогой этой техники можно тушить пожары на значных площах без обысковой установки на водную крыницу. С початку изломали, потом сами же и одрамантовали. У вёсты Салтанова Рыжицкого района мясцовые жыхары за уластный кошт одновили огороджу, якую пошкодзели на початку месяца. Новые подыходы Следчага Комитета у первыховании злоумысников. У материале Олега Сентюрова. Агрогородок Салтанова по сучасных мерках далёко не самый маленький населенный пункт. Зараз тут проживаюць крыху больше 900 человек. У перважной большинстве процедольных аузросту. Як и у любой вёсты, люди тут не тольки ведаюць один-однаго, а леи часто разом означаюць святы. Гэта Центральная площа Агрогородка. Менавито тут проходить усе основные вязковые мероприемства. У 2011-м на площу навод посадили ёлку специально для святкования Нового года. На гэта Новый год головную ёлку Агрогородка таксамо упрыгожили, але чакаемого свята не отрымалася. Першого студене высветлился, што некто пошкодзил агороджу вакол площы. Некольких годов тому яе установили за сродки, які сейсовет отрымал за образовое место в областном конкурсе по доброупорадкованні. Такие случаи бывают, конечно, не часто, но бывают. Но в таком масштабе, конечно, это случилось впервые. И наутро вся деревня на ушах была, что произошло. И, конечно, у каждого вопрос был, кто это сделал. Амаль два тыдня хулиганов у Салтанова шукали уласными силами. Кали нічого не отрымалася, звернулися у правооховные органы. И уже на наступный день у Рельцьким районном отделе Следчика комитета узбудили криминальную справу, в относинных до двух местовых жахаров 1998 года народжения. Немножко выпили, не подумали. Сейчас вот восстановили. Сейчас как-то больше не будем. Поняли свою ошибку. Нанесенные страты оценили у 136 рублёв, и кей хулиганы компенсовали разум с батьками. За гэтые сроки набыли 16 новых пролётов, и кей ж сами зломыслники и установили на очах адновесковцев, але на гэтым справу не закрыли. Теперь она будет передадена у районную прокуратуру. В срок до 16 февраля 2017 года подозреваемым планируется предъявление обвинения и направление дела прокурору для передачи его в суд. Также в ходе следствия выявляются причины и условия, способствующие совершению преступления, по результатам которых в адрес соответствующих инстанций будут направлены соответствующие представления. В Гомеле за круглым столом собрались представники Узбройных силы в сфере адукации. Подстава для сустреча – повысить якость допрызывной и медицинской подрыхтовки у школах и средних специальных навучальных установах. Сегодня у старшоклассников на выучение допрызывной и медицинской подрыхтовки отводится одна година у тыдзень. Кадровых офицеров, які профессийно выкладают гэтый предмет, у школах амаль не засталося. Выйтие знайшли у пера подрыхтовцы педагогов інших специальностей. Уже вызначены 10 наставников, які в ближайшие полгода пройдут навучание на базе военной академии. Частка будзина керавана на курсы повышения квалификации в Гомельске областный институт развития адукации. А кроме того, в планах удокладнить программу выкладаний и распрацовать новые методичные допоможники. Дарайше сегодня на Гомельше недопрызывную и медицинскую подрыхтовку подлетки проходят у 288 установах, 11 з яких – специализованные центры. У многих потребуется обновление инвентара, противогаза, пневматичной зброи, аховных шлемов. Почас круглого стола прогучали конкретные пропановы, як вырешить гэтые и іншые актуальные пытання. Дарайше, на Гомельше не такая сустрэча отбылась у першыню. Подобные посаджения плануют организовать и у инших регионах краины. Сегодня у Гомель открыться в учебном методичный центр по навучанию навыкам оказания первой допомоги. Занятки будут проводить специалисты «Червоного крыжа». Правильно оказанная первая допомога, скорочая час лячений, часто заявляется выращальным фактором при выратовании життя потерпелого. Минавито тому, навучание подобным навыкам один из приоритетных на прамках деянности областной организации «Червоного крыжа». Обучение могут у нас получить любой желающий. Курс рассчитан на 16 часов обучения. Это в основном практические занятия, потому что обучение навыкам оказания первой помощи в основном отработать те моменты, которые нужны, вот непосредственно в оказании первой помощи до автоматизма. Это бесплатно, но, конечно, при желании, если кто-то захочет, может внести пожертвование в копилку «Красного креста». Те, кто поспехово пройдя курс оказания первой допомоги у Центры, отримают ответные сертификаты. У Гомеля подвели выники 18-х областного конкурса науково-технической творчести «Техный интеллект». Его отделниками стали больше как 120 наученцев во взрослении от 14 до 18 годов из всех районов в области. Конкурсанты прошли теоретичные туры и приняли уделы науково-практичной конференции по разных направлениях технической творчести. Судельниками конкурсу и их выноходницами познайомилась Святлана Князева. Наша сдымочная бригада не выпадково вырошала завитать у Гомельский областный центр технической творчести детей и молодей. Справа у тем, что минавито тут рифтовалась самая великая колька судельника у секции радиоэлектроника, электротехника, энергетика, якая працавала подчас проведения конференции. Некоторые выхованцы стали переможцами, а кроме того, больше за все от этой установы было у дельников и у особистым залику. Александру Лясницкому первое место на конкурсе принес его робот-металошукальник – колесная платформа с выдатной механикой. Для его створения потребился год и минимальные грошовые затраты. Этот робот может управляться как в ручном режиме, так и в автоматическом отрабатывать выделенный участок на наличие любых металлов. Другое место на техноинтелекции занял Андрей Ермаков с проектом «История гукозапису». На основе ретро-техники он сделает приладу, якая может продемонстрировать усе виды гукозапису от его заявления до сучасности. На рахунку инших выхованцев этой творшей лаборатории прибор для индукционной плавки металлов, ветрогенератор и робот с дольной отшуквать корыстное выкопнение. Верный помощник подлетка у керовника объединения Алена Мартынова. Яна, до речи, у день подведения выника в конкурсу отрымала президентскую премию за добрые выники працы. На протягу пяти годов ее выхованцы становятся переможцами республиканских споборниц стволка навуково-техничной творчести. Конкурс очень хороший. Они могут показать свои какие-то творческие достижения и в то же время попробовать себя в решении задач физических, математических, техническим содержанием. То, что потом даст возможность им поступать в высшее учебное заведение. Техноинтеллект проводится уже давно, с 2000 года. Такая долгая история подтверждает правильность выбора и правильность схемы, процедуры, которая положена в основу конкурса. У Сыкови Купера может саучакая республиканский этап конкурсу у Минску. Светлана Князева, Игорь Маришенко, телерадио «Компания Гомель». У Гомельским державным театрилялек отбылась премьера неординарного спектакля «Плих и плюх». У вазе юных и дорослых театралов представили комедию с элементами черного гумора. У основу спектакля лег одноименный гумористичный верх немецкого поэта Вильгельма Буша. У гэтым творы расповядается о прыгодах двух шанюков «Плиха» и «Плюха», а так само их маленьких уладальников братов Пауля и Петера. У першыню верш был опубликован и в 1882 году лишится классика и детячая литература. На думку режиссера Юры Дзевакова спектакля различны на дятсей во взросле от семи годов. Однако батькам варта быть подрыхтованными до того, что постановка падается не узусим звыклым для их формате. На сцене панует атмосфера по узмроку специфичных визуальных и гуковых эффектов. Жанр мы охарактеризовали таким образом, что это комедия с элементами черного юмора. Потому что это стихотворение «Плюх и плюх» было написано Вильгельмом Бушем. В нем большой процент составляет как раз таки черного юмора и касающийся для детей и их родителей. Мне хотелось бы, чтобы зритель мог увидеть какие-то вещи, которые он, возможно, никогда не видел для себя визуально, звуково. Это иные новины вы можете найти на нашем сайте в интернете по адресе www.tvrgomil.by На этом выпуск завершенный. У студии працавал Александр Гамоля. Добрых вам новинок и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин